Я прожил в России полных 23 года. Я родился и вырос в Москве. Но вот уже 5,5 лет я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В этом ролике я хочу вам рассказать по чесноку, что в Америке есть такого, чего я хотел бы, чтобы было в России. Чем Америка реально лучше, чем Россия. Но не просто, знаете, чтобы сказать, а вот Россия вообще отстой. Нет, не с этой точки зрения, потому что я бы на самом деле хотел, чтобы вот все эти вещи, о которых я буду рассказывать, чтобы они были в моей родной стране, в России. Если бы они там были, я бы, наверное, никогда бы оттуда не уехал. Поэтому, думаю, будет интересно. Это больше для того, чтобы просто жители России поняли, чего не хватает и что может сделать жить в России намного-намного круче. Потому что я уже 5,5 лет живу в таких условиях, где вот эти вещи очень важны и делают здесь жизнь невероятно комфортной. Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк. А мы начинаем. Поехали! Итак, первое реальное преимущество Америки перед Россией, перед большинством вообще развивающихся стран, это средний класс. Как бы там ни говорили, что в Америке все катится к черту, вообще становится все хуже. Цифры говорят сами за себя. В Америке более 52% населения относятся к среднему классу. Это тот фундамент, который необходим для поддержания здоровой экономики. Что такое средний класс по американским меркам? Это люди, которые зарабатывают от 3,5 тысяч долларов в месяц до 10,5 тысяч долларов в месяц. Что значит здесь быть средним классом? Что это такое? Это не обязательно работать на какой-то интеллектуальной работе, там еще что-то. К среднему классу вполне может относиться просто какой-нибудь человек, знаете, таких рабочих профессий. Например, сантехник, к которому в России не очень хорошее отношение, но даже вот здесь в Лос-Анджелесе, в самом дорогом городе мира, здесь сантехники, ну вот мы, например, иногда вызываем, приезжает такой мексиканец на траке. У него айфон, у него есть там планшет с собой, чтобы он там что-то какие-то там вещи делал, какие-то отчеты. У него, скорее всего, есть, ну, как максимум свой дом в ипотеку, как минимум он снимает вполне нормальное жилье. Он, возможно, единственный кормилец в семье. То есть даже работая на такой вот обычной работе, можно себе позволить жилье нормальное, можно себе позволить машину, иногда даже несколько машин на семью, потому что если у вас все нормально с работы с кредитной историей, то 200-300 долларов в месяц обеспечит вам практически любую среднюю машину. Новую, причем, которую вы каждые три года будете менять. У вас дети будут ходить в бесплатные государственные школы, да, наверное, раз в год вы будете куда-то уезжать в отпуск, но не сказать, что это прям суперлюксовая какая-то жизнь, но вполне нормальная, достойная. То есть можно в Америке работать на обычной работе и обеспечивать себе вполне достойную жизнь. И все это потому, что здесь такой вот развитый средний класс. И это, безусловно, огромный плюс для Америки. Но главный вопрос, который бы я задал, это за счет чего у Америки получается поддерживать такой вот большой средний класс, экономическое развитие, вот эту вот стабильность. Я думаю, что дело вот в тех пунктах, о которых я сейчас буду говорить. А прежде чем мы приступим к следующим пунктам, друзья, я напоминаю, что самая лучшая благодарность канала, которую вы можете сделать, это просто поставить лайк под этим видео. Я это видео снимаю только потому, что под предыдущим роликом, где я рассказывал про минусы жизни в США, почему здесь тяжелее, чем в России, вы набрали большое количество лайков. Я увидел ваш интерес, поэтому если вам нравятся вот такие вот сравнения между Америкой и Россией, то продолжайте ставить лайк. Спасибо. Перед своим переездом в США мне пришлось подтягивать свой английский. Я знаю, что многих изучающих язык волнует, поймут ли их в Америке и стесняются своего акцента и произношения. Сегодня я хочу вас познакомить с очень интересным спонсором этого ролика, приложением ElzaSpeak, которое помогает улучшить акцент и произношение, используя технологии искусственного интеллекта, чтобы сравнивать вашу речь и речь носителя языка. Приложение указывает на ваши ошибки, дает оценку по произношению, скорости речи и интонации, а затем дает обратную связь к каждому вашему звуку, чтобы вы поняли, что именно вы произносите правильно, а что не очень. Это первое приложение в своем роде. Тема упражнений на любой вкус, офисные разговоры, собеседования на работу, деловые путешествия, совещания и даже кино, еда и напитки, образование и развлечения. Давайте попробуем. Вот, выбираю тему «Студенческая жизнь». Давайте попробуем произнести что-то неправильно. Вот, как видите, это показало, какую букву я произнес неправильно. Давайте теперь правильно произнесу. Ride the bus. Как видите, Эльза показывает каждую часть слова и дает обратную связь по улучшению. Переходите по ссылке в описании и получите 7 дней премиум подписки бесплатно. А если хотите получить самое выгодное предложение, то в течение небольшого времени после выхода этого ролика вы можете получить 85% скидки на пожизненную подписку или 40% на годовую. Спешите. Очень полезное предложение. Вот начал рассказывать, сразу поймал себя на мысли, что я до сих пор все равно заложник вот этого российского менталитета. Когда я сказал про фразу «уважаемые, там, неуважаемые профессии», это на самом деле чисто такая вот российская тема, постсоветская. Потому что в Америке очень высокая рабочая этика. Это вот следующий плюс, о котором я хотел сказать. Дело в том, что здесь нет уважаемых и неуважаемых работ. Если работа тебе приносит деньги, в идеале, конечно, если она еще тебе приносит удовольствие, то вообще к тебе никаких вопросов нет. Никто не будет к тебе там что-то докапываться и узнавать. Более того, из-за такой высокого культа труда, трудоголизма, знаете, вот возможно это дело там вот в протестантской этике, там, если мы будем брать какого-то Макса Вебера, пусть он и про Германию писал, но все равно в целом это и к американскому вот этому менталитету, культуре работ, то, что нужно работать, зарабатывать, неважно вообще как, главное, чтобы это не приносило вреда другим окружающим тебя людям, но приносило тебе деньги, то вообще все зашибись. И вот этот вот культ работы, трудоголизма, что для американцев нормально здесь не брать отпуска, перерабатывать. У них там отпуск максимум раз будет в год, и то коллеги по работе могут друг друга хвастаться, что вот мол, ха, я уже пятый год не использую свой отпуск, и это будет считаться круто. Оставаться, перерабатывать послерабочие смены, так называемые overtime hours, когда там больше платят. В общем, это вот все типично для американцев, но при этом, что вот меня очень сильно поразило, когда я первый раз приехал в Америку 10 лет назад, это я помню, что я пошел на Таймсквер в ресторан Fridays, и там обслуживала такая, ну, крупная в теле женщина-афроамериканка. И она несла этот поднос, она записывала этот вот заказ с таким видом, как будто она прям вот королева. Она была создана для этой работы. В каждом ее движении чувствовалась некая, знаете, такая уверенность и абсолютное наплевательское отношение к тому, кто там что про нее думает. Она шла, она несла эти подносы, наливала воду, там все прям вот, ну, не знаю, ну, реально как королева. Это очень, очень забавно. Или в штате Вайоминг, там, где я работал, у нас был бармен. Он тоже, он так виртуозно там все эти стаканы крутил, наливал там пива с людям, со всеми общался. И ты на него смотрел прям, знаете, как завороженный. Потому что было видно, человек реально кайфует от своей работы. Каждую секунду он там раз туда-сюда налил, там забрал стакан, там что-то спросил, там кому-то что-то крикнул. Блин, это настолько круто. Хотя это, казалось бы, ну, типа бармен и официант. Но настолько вот прикольно люди к этому относятся. И это классно. И плюс для Америки, что нет вот этого разделения на хорошую-плохую работу. Ты просто делаешь лучшее, что можешь и ничего не ожидаешь взамен. Просто кайфуешь. Это тебе приносит деньги. Всем от этого хорошо и классно. Следующее касается непосредственно именно работы с американскими компаниями, когда вы здесь строите бизнес, с заказчиками разными. Все настроены на работу в долгую. Нет такого, знаете, вот ощущения, когда вот я в России начинал там заниматься сайтами, маркетингом. Было ощущение, что людям вот надо вот прям вот типа здесь и сейчас, очень быстро, срочно. Если ты кому-то платишь деньги, люди пытаются с тебя как можно больше взять, чтобы вот по-быстрому, по-быстрому. И потом еще скорее всего у тебя кинут. Опять же, мое субъективное мнение. Может быть уже не так. Может я не прав, может мне просто такие люди попадались. Но было ощущение, что люди хотят по-быстрому срубить бабла здесь и сейчас, потому что как бы кто его знает, что завтра будет. А тут у меня как бы сразу деньги, все, я сразу все заберу и нормально. В Америке не так. Здесь люди, когда говорят о каком-то деловом сотрудничестве, неважно там, это когда я здесь занимался маркетингом, или, например, вот сейчас тут по игровой компании, когда вели переговоры с разными издательствами, то чувствовалось вот это вот, что люди хотят работать в долгую. Они прямо строят отношения сразу с вами, как будто бы они понимают, что вы еще там 10 лет будете вместе работать. У них нету желания по-быстрому с вас кучу всего взять. Или, например, дать вам сразу кучу всего. Они строят отношения аккуратно, по чуть-чуть, понимая, что в долгую вы выиграете оба, если будете строить отношения сразу на будущее. И это круто, мне это очень нравится. Возможно, это потому, что американская экономика, она стабильная. Доллар, мировая валюта, главная резервная валюта мира. Это позволяет в целом на долгую планировать. То есть в Америке нормально для компаний там планировать свою деятельность на 10, на 20, на 30 лет вперед некоторые публичные компании планируют. В России мне, конечно, сложно было представить, чтобы распланировать даже там на 3 года вперед. Большинство моих знакомых, у которых более-менее крупный бизнес в России, они говорят, ну типа год это максимум, когда более-менее как-то можно что-то понять. А там то, что дальше, фиг знает. Потому что никто не может предугадать, что выкинет правительство или что вообще в мире произойдет. А в Америке, наверное, из-за того, что все более-менее стабильно, это проецируется и на отношения между людьми, между компаниями и вообще на всю жизнь общества. Вот сейчас, наверное, будет больно. За 5,5 лет жизни в США я ни разу здесь не столкнулся с бытовой коррупцией. Да, я не буду утверждать, что в Америке вообще нету коррупции, не существует. Наверняка на каких-то высоких уровнях, где-то там у конгрессменов вообще там есть целые лоббисты, которые лоббируют целые отрасли здесь, и их право на существование закреплено в американской конституции. Да, возможно, там с госзаказами тоже есть какие-то мутки. Наверняка в Калифорнии есть мутки с теми деньгами, которые здесь выделяют на бомжей, и эта проблема вообще не решается. Возможно, это все есть. Но вот лично меня вот все помимо там бомжей не особо сильно касается. Никогда не было такого, что мне надо было давать взятку полицейскому или платить в какое-нибудь госучреждение за то, чтобы мою заявку там быстрее рассмотрели, или там чтобы как-то левым путем, как-то без наличия документов, мне что-то здесь дали. То есть здесь нету случаев, когда можно, допустим, приехать и купить грин-карту, приехать или купить гражданство. Есть легальные способы это сделать. Есть абсолютно легальный способ купить американскую грин-карту. Для этого нужно заплатить от 900 тысяч долларов, инвестировав в какой-то инвестиционный проект, который курируется американским правительством. И тогда вы получите грин-карту. Или, например, когда вы подаете пакет документов на легализацию, на иммиграцию здесь, на смену статуса, допустим, то вы можете заплатить стандартную пошту, но я не помню, сколько она, по-моему, там 600 долларов, и ваш пакет документов рассмотрен в порядке вот этой вот очереди, которая у них есть. Либо вы можете заплатить, по-моему, 1200 или 1500 долларов за ускоренное рассмотрение, и тогда Госдепартамент США обязуется вам дать ответ и все рассмотреть за две недели с момента отправки этого пакета. То есть это такая типа легальная коррупция, но когда все деньги идут в бюджет, все прозрачно, все все понимают. И это очень-очень классно. И я знаю, что я до сих пор, когда рассказываю своим знакомым в России, что вообще ни разу, нигде, даже вот мысли такой не было, чтобы что-то там кому-то предлагать, тем более, чтобы кто-то просил, все удивляются. Но в Америке это так. На бытовом уровне могу точно сказать, коррупция в Америке отсутствует. Следующий важный плюс Америки – это высокая оценка талантов. Причем любых, неважно кто ты. Инженер, спортсмен, музыкант, талантливый предприниматель. Поверь, Америка даст тебе все условия, чтобы ты не захотел отсюда уезжать. Америка вообще – это как настоящий такой хищник, знаете, вот в природе, но который гоняется и охотится на таланты. Причем по всему миру, как пылесос, который собирает самых лучших людей из всех стран. И это круто, это то, чего России очень-очень недостает. Потому что, скажите, много ли вы слышали о том, что какие-нибудь ученые из Германии мечтают попасть в Россию? Или какой-нибудь предприниматель из Франции очень хочет приехать в Москву, чтобы открыть миллиардную компанию? Нет, скорее всего, эти мечты будут именно про Америку. Потому что здесь для этого созданы необходимые условия. Если ты обладаешь каким-то талантом, поверь, тут и деньги будут, и хорошие условия будут, и ты никогда отсюда не захочешь уезжать. Что ходить далеко за примерами, какой-нибудь вот Илон Маск, он эмигрант из Южной Африки, пожалуйста, он приехал почему-то сюда, а не в Россию. Хороший вопрос, почему? Поэтому я думаю, что жизнь в России точно не станет лучше, пока Россия не начнет массовую охоту за головами, так скажем, в хорошем смысле, за кадрами. Потому что люди — это то, что делает страну такой, какая она есть. И чем больше будет людей, которые талантливы, которые хотят что-то открывать, что-то создавать, созидать, тем лучше будет для всех жителей этой страны. Пример Америки это прямо показывает. Так, сейчас будет несколько такая щекотливая тема для многих зрителей из России. Я считаю, что Америка лучше России благодаря в том числе толерантности и вообще открытости к странным людям, к странным явлениям. Здесь всем пофигу, особенно, знаете, в крупных городах, штатах, типа Калифорнии, Нью-Йорка. Всем пофиг на то, насколько странны у вас интересы, чем вы увлекаетесь, что вы любите, каким спортом, какими играми вы увлекаетесь, перформанс, арт, неважно, художники, вы не художники. Неважно. Знаете почему? Потому что здесь все понимают, что никто не может предугадать, что станет по-настоящему актуальным, по-настоящему взрывным, покажет вирусный взрывной рост, как показала IT-сфера. Кто были айтишники? Айтишники — это были никому не нужные ботаны, инженеры, зубрилы в школе, которые увлекались компьютерами, что-то собирали, крутили отвертками. И вот спустя прошло 40-50 лет, и это богатейшие люди планеты. А когда-то богатейшими людьми планеты были всякие нефтяники и промышленники. Вот так вот быстро все меняется. Поэтому вчерашние странные люди, которых все не то что презирают, но обходят стороной и считают какими-то странными, они становятся теми, кто диктует вообще, куда двигается этот мир. И без вот этой открытости к тому, что тебе должно быть пофиг, какого цвета у человека волосы, какого цвета у него кожа, с кем там он любит спать, без этого сложно и привлечь таланты, и построить современную конкурентоспособную страну, и конкурировать с самыми быстро растущими странами в сферах инноваций. Потому что вот как раз вот эти вот странные люди, странные увлечения, они находятся на стыке инноваций. Они своим творческим подходом, нестандартным взглядом на жизнь меняют наш мир. Но при этом в России до сих пор относятся ко многим вот так вот типа странно, о нет, нам вот эту всю толерастию в России не нужно, это надо куда-то там подальше. Ну так надо просто понять, что без этой толерастии Россия не сможет развиваться. Просто вот такая правда жизни, это показывает пример Америки очень и очень хорошо. Еще одна толерантность, без которой не обойтись, я уже о ней во многих своих роликах рассказывал, это толерантность к ошибкам и провалам. У американцев не принято осуждать, если у тебя что-то не получилось, особенно в какой-то предпринимательской среде, в среде вот венчурного капитала, там в Кремниевой долине, в стартапах. Если тебе дали деньги, но ты их там не потратил на Ламборгини и не слил в казино, а наоборот что-то делал, там какой-то свой стартап пилил, но у тебя не получилось, второй раз, скорее всего, тебе не просто легче дадут денег, тебе, скорее всего, второй раз даже больше дадут денег, потому что здесь понимают, что провалы и ошибки закаляют гораздо лучше, чем успехи. И это очень круто, мне этим нравится Америка, хотя справедливости ради надо сказать, что это больше относится к Калифорнии. А не ко всей Америке. Говоря об этом все, нельзя не сказать об оптимизме американцев. Американцы чаще всего, конечно, последнее время стало чуть хуже, из-за того, что там ковид, всякие там митинги, идет такая смена на эти культурных эпох здесь в США, когда вот там старое поколение сменяется новым. И да, этого всего несколько поубавилось, но в целом американцы это крайне оптимистичный народ, который смотрит на будущее с позитивом, который не будет на какую-то новую идею, на то, что там ты говоришь, я хочу открыть там какой-то свой бизнес, не будет тебе говорить, а, блин, слушай, у меня брат-сват, сосед делал то же самое, у него ничего не получилось, поэтому лучше не надо. Нет, они наоборот будут говорить, слушай, классная идея, круто, попробуй. Вот этот оптимизм, то, что они с позитивом смотрят в будущее, на мой взгляд, делает эту страну тоже лучше. Потому что я знаю, что в России народ критиков, которым вот ничего не нравится, которые ни во что не верят, которые не верят в то, что условно власть можно сменить мирным путем и законным путем. Они не верят в то, что они вообще на что-то могут влиять, что как будто бы жизнь плохая, потому что условно там Путин плохой, или там мэр плохой, это плохое. И сами при этом ничего не делают, то есть нет вот этой вот способности как-то увидеть свет в конце тоннеля, взять свою жизнь в свои руки и просто идти вот к этой вот цели, которая есть. Наоборот, принято как-то всех винить, кроме себя, и ничего не делать, и еще всех критиковать, кто что-то пытается делать. Это, на мой взгляд, очень-очень-очень сильно портит общее настроение и вообще все состояние, в котором находится страна. Поэтому у американцев я бы точно перенял бы вот этот вот оптимизм и всеобъемлющую поддержку всему новому. И идем дальше. Все вышеперечисленное, о чем я говорил, невозможно без свободы. Да, это банально, да, я тоже об этом кучу раз говорил, но ни один проходящий год жизни здесь не лишает меня убеждения в том, что американская свобода, она абсолютно реальна, и она прямо здесь чувствуется во всех аспектах. Правила очень простые. В чем проявляется эта свобода? Ты просто не нарушай закон и можешь делать все, что хочешь. К тебе никогда никто не придет, не будет ничего предъявлять. Иногда это доходит до таких проявлений, что ему приходится себя одергивать, типа, блин, вот это нифига себе. Особенно, когда читаешь новости из России. Приведу обычный пример. Эдвард Сноуден. Напоминаю, что это человек, который работал в ЦРУ, в Центральном разведительном управлении США. По сути, в силовой структуре. Он раскрыл кучу документов журналистам о том, что ЦРУ следит на деньги налогоплательщиков за собственными налогоплательщиками. Просматривает все телефоны, все прослушивает, все записывает, типа, в целях антитеррористической активности. И это вызвало такой фурор здесь в обществе, что эту всю программу свернули, отчитали директора ЦРУ в Конгрессе. Там, в общем, поднялся огромный бум. Но Эдвард Сноуден слил государственную тайну. И его, естественно, объявили в федеральный розыск. По сути, он разыскивается по уголовной статье, где ему там грозит чуть ли не пожизненное заключение. И он находится на политическом убежище в России. Вот, казалось бы, представьте кого-нибудь на месте Эдварда Сноудена только в России. Ну, ладно, не будем далеко ходить. Тот же вот Навальный. Да, он сейчас прямо сидит, но вы видите, закрывают ФБК, всех его сторонников прессуют. Там любого человека, кто там, не знаю, листовку за него кинул, могут посадить на несколько лет. Настолько вот все жестко. Вынуждает всех уезжать. Хотя он уже как бы сидит. А в Америке, вот у Эдварда Сноудена, он пишет книги, которые здесь свободно продаются везде. На Амазоне, в магазинах, там на полках стоят, на витринах, на всех. Те, вы смотрите, покупайте. Это книга Эдварда Сноудена. Да пофигу, что он преступник и уголовник. Вот же его книга. Читайте. Может быть, правительство неправо. Может быть, все-таки стоит другую точку зрения услышать. Несмотря на то, что его ищут, и официально здесь считают преступником, его книги продаются. Америка позволяет, блин, ему зарабатывать. Даже там фильм про него сняли, этот фильм тоже не запретили к показу, как, например, вот в России же не показали фильм Навального от HBO и CNN. А здесь, пожалуйста, голливудский какой-то режиссер здесь вот у нас снял, купил право на сценарий, там заплатил Сноудену деньги, все это рассекретил. И там вообще неоднозначно тоже показано, знаете, американское правительство, которое вот он раскрыл. Никто этому не мешает. Есть также обратный пример. Вот прямо сейчас, если зайти на Амазон, в самые продающиеся книги, там можно в топе увидеть книгу Роберта Кеннеди-младшего. Это такой, знаете, если вот те, кто не следит за внутренней повесткой в США, это абсолютно ярый конспиролог, который там не верит в ковид, который там считает, что в вакцинах содержатся там эти чипы, там всех чипируют, 5G-вышки, вот это вот. Всю вот эта конспирологическая дичь, он ее в массы активно транслирует. И он выпустил книгу, которая вот всему этому посвящена, еще там изоблачает главного советника по, собственно, вот пандемии, по всему, по борьбе с ней доктора Фаучи. То есть там написан абсолютный антинаучный чушь. То есть это прямо реально бред. Но тем не менее, книга продается. Ему никто не говорит, что там нет, нельзя это публиковать, еще что-то. Хотя многие думают, что в Америке якобы нельзя альтернативные мнения про ковид и про вакцины высказывать. Можно, в том-то и дело, в этом и есть свобода. Вообще в Америке есть такое высказывание, что я могу быть не согласен с твоей точкой зрения и с твоим мнением на какой-то вопрос, но я готов умереть за твое право так думать. И в этом вот вся Америка, вот в этом вот реальная свобода слова, когда ты можешь не соглашаться, но ты должен стоять за право этого человека высказываться, даже если ты не согласен. Возьми, высказывай свое мнение, если оно, по твоему мнению, более адекватное, и тебе тоже никто не будет мешать. И вот это вот круто. Это мне очень-очень здесь нравится. Напишите, кстати, в комментариях, можете ли представить такое, что в России продавалась бы книга Навального или фильмы о нем крутили по каналам здесь в кинотеатрах. Очень интересно почитать. Потому что мало ли может я демонизирую российскую власть, российскую действительность и на самом деле так же, как книги Сноудена в США и фильмы про него. В России тоже самое. Можно все про Навального продавать, показывать и снимать. Фух, друзья, ну вот, все. Такой вот у нас получился список. Мне очень интересно почитать ваше мнение в комментариях, насколько вы со мной согласны или нет. Если кто-то живет в США и есть что добавить, обязательно напишите это в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на кнопку колокольчика, чтобы не пропускать новые видео. А мы увидимся с вами в следующих роликах. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова